всем привет меня зовут вера спирина и вы на моем канале сейчас я нахожусь на острове свободы куба и это предпоследний день моего отпуска я решила по горячим следам не дожидаясь возвращения домой снять видео с самыми полезными советами для туристов собирающихся на кубу когда я готовилась к нашему путешествию многое из того о чем я сейчас расскажу я не нашла в достаточном объеме в интернете поэтому очень надеюсь что информация будет полезна для вас оставайтесь и смотрите далее мой первый совет касается языка если вы знаете английский язык то этого вам будет вполне достаточно для путешествия по туристическим местам кубы таким как гавана центральная как варадера или виньялис альтернатива английскому языку может быть французский потому что здесь большой поток туристов из канады из франкоязычной части канады и соответственно кубинцы тоже учат французский чтобы коммуницировать с ними но если вы собираетесь отъезжать дальше от туристических мест путешествовать по остальной кубе то без испанского вам никуда да и к тому же экспозиции в большинстве музеев на кубе не переведены на английский язык и представлены только на испанском мы столкнулись с языковой проблемой когда остановились пинардель рио это столица региона пинардель рио и наш хост мануэла не могла говорить на английском могла только на испанском и французском так что в идеале лучше всего знать испанский язык с ним вы здесь не пропадете второй пункт моих полезных советов о кубе касается транспорта начну с аренды автомобиля мы строили наш маршрут путешествий из расчета что мы арендуем здесь машину и будем передвигаться тогда и куда когда захотим но оказалось что бронировать автомобиль нужно минимум за два месяца до начала вашего путешествия а высокий сезон может быть еще раньше мы пытались арендовать авто за две недели до вылета и это конечно было уже поздно и нам в срочном порядке пришлось перестраивать наши планы с учетом передвижения на общественном транспорте если вам все-таки удастся арендовать автомобиль на кубе то следует обратить внимание на следующие моменты самой гавани движение очень хаотичное это связано с огромным количеством разного вида транспорта такси машины велорикши гужевые повозки и так далее также там много нерегулируемых перекрестков и очень мало пешеходных переходов люди переходят дорогу где хотят улицы довольно таки узкие и все это приводит к тому что хаоса там больше чем в таиланде по нашей саше оценки хорошая новость вне гавана ситуация гораздо лучше дороги достаточно хорошие не так много автомобилей но тоже есть свои особенности это опять-таки гужевой транспорт то есть повозки с лошадьми это байки и велосипедисты также мы заметили что при обгоне местные водители постоянно сигналят то есть бибикуют поэтому если вы будете ехать неважно на каком транспорте будете слышать сигналы то не пугайтесь скорее всего вас просто предупреждают об обгоне саша мне говорит что по правилам даже по немецким так можно делать но честно говоря я впервые в жизни увидела что водитель который нас вез из сиен-фуэгос и наварадера бибикал просто каждому каждому едущему по нашей полосе водителю и еще один момент будет осторожны люди стоят на дорогах и голосуют с купюрами в руках местные жители или туристы и они могут выходить довольно таки далеко на дорогу будьте осторожны что касается варадеры то здесь мы видели несколько мест где можно арендовать мотобайк либо автомобиль и они есть в наличии это нас удивило но потом мы подумали что наверное на них нельзя выезжать за пределы варадера скорее всего так потому что там стоит блокпост и даже не все таксисты могут приезжать сюда только лицензированные такси могут привозить сюда клиентов остальные могут оставлять их только перед воротами варадера но это не точно так как нам не удалось снять авто мы запланировали наше передвижение между городами на междугородних автобусах от фирмы вязу это своего рода монополист для туристов здесь на гаване но с этими автобусами тоже не все так просто первый большой минус то что сервисный центр вязула в гаване находится у черта на рогах где-то далеко дальше чем площадь революции и поэтому чтобы купить билеты нужно потратиться на такси чтобы доехать туда а потом на следующий день когда вы выезжаете на автобусе тоже нужно каким-то образом добраться до этого сервисного центра откуда стартует автобус вторая проблема с вязулом с которым мы столкнулись это отсутствие билетов когда мы приехали в сиен фуэгас мы хотели купить билеты на варадера через два дня но они уже все были выкуплены это означает что билеты на вязул нужно покупать минимум за три дня заранее а лучше еще раньше еще один момент к автовокзалу вязул нужно приходить минимум за полчаса до старта до выезда потому что там проходит регистрация и еще во время планирования путешествия обязательно посмотрите расписание в вязул автобусов между городами которые вас интересуют потому что очень часто времени не очень удобное или например только два автобуса в день собственно поэтому мы и хотели арендовать авто чтобы не зависеть от ни от каких расписаний какие есть альтернативы автобусы вязул их две первый вариант это такси коллектива как понятно из названия это коллективная поездка в пункт назначения найти его очень просто вы можете подойти к любому таксисту и сказать такси коллективу например винья лес завтра в 9 утра и его задача найти попутчиков на это же время в этом же направлении цена у такого такси немного дороже чем у автобуса винья лес но и доберетесь вы немного быстрее однако это не самый комфортабельный вариант скажу я вам автомобили как правило старые некондиционируемые с неудобными сиденьями но это тоже своего рода опыт такое вы наверное сможете пережить только на кубе и там есть еще один подводный камень о котором мы узнали когда ехали на такси коллектива из гаваны винья лес нас без предупреждения завезли на табачную ферму и принудительно заставили слушать экскурсию об выращивании табака и производстве сигар в итоге экскурсия нам конечно понравилось но честно говоря это не входило в наши планы и мне очень понравилось что нашим временем так пренебрегают и вместо того чтобы в кратчайшие сроки доставить нас пункт назначения нас еще завозят не спросив непонятно куда ну видимо вот такой у них бизнес если бы они предупредили заранее то мы бы начали возмущаться а тут нам деваться было некуда и все покорно слушали курили сигары и потом купили эти сигары но кстати говоря похожая ситуация была на автобусе via zoom который тоже без предупреждения завез нас в один ресторан об этом не было сказано не в билете никто нам не сказал когда мы покупали эти билеты что будет там 45-минутная пауза в каком-то ресторане то есть получается тоже своего рода принудительный обед и вторая альтернатива via zoom и такси коллектива это приватные такси самый дорогой вариант но самый комфортабельный и быстрый третий раздел моих полезных советов о кубе касается безопасности целом куба безопасная страна она признана самой безопасной среди всех стран латинской америки и действительно по гаване и других городах мы гуляли по вечерам спокойно но все равно я бы советовала всегда быть начеку вещи держать при себе в закрытых карманах и сумках и следить за ними потому что мы с сашей стали свидетелями кражи она произошла прямо на нашей улице где мы жили в гаване со стороны это выглядело обычно турист разговаривал с молодым кубинцем а потом этот кубинец резко выхватил у него то ли портмоне то ли телефон и помчался стримглав в узкие улицы гаваны и конечно же дядечка не смог его догнать ему оставалось только кричать эй эй но пока люди сообразили что происходит этот парнишка уже скрылся гаванских трущобах это был единичный случай в остальном мы никакой агрессии не заметили но здесь очень много мошенничества и навязывания каких-то услуг мутных а некоторых схемах мошенничества пишут даже в путеводителях по кубе например к вам подходит зазывала и предлагает показать дорогу или показать самый лучший ресторан в городе или показать где проходит фестиваль сальсы и он с вами очень вежлив говорит на английском или даже на русском но когда он доводит вас до места назначения он требует вас за эту плату второй вид мошенничества это махинации с деньгами на острове две валюты конвертируемые кубинские песо ими пользуются туристы и неконвертируемые кубинские песо ими пользуются местные жители мошенничество заключается в том что вам на сдачу могут дать неконвертируемые кубинские песо обращайте внимание на картинки на купюрах на туристических деньгах нарисованы памятники с известными личностями кубы а на местных деньгах нарисованы портреты этих известных личностей попасться на такой обман будет очень обидно потому что местные валюты в 25 раз дешевле чем конвертируемые кубинские песо и еще конечно всегда проверяйте сдачу его могут не дождать еще один момент когда вас могут надурить это когда вы договариваете с таксистом о цене он может назвать вам цену но не уточнить за человека это или за всех за всю поездку уточните это сами прежде чем садиться в машину и конечно торгуйтесь нам об этом рассказал наш хост даниэль и мы всегда пользовались его советом а здесь на варадер и мы стали свидетелями того как туристы ругались водителем гужевой повозки после поездки он назвал цену десять куков и они думали что это цена за всю часовую поездку но оказалось что эта цена за человека и они с ним ругались пытались его переубедить что он им об этом что он их об этом не предупредил а он потом показал на табличку с ценами которые он все это время тщательно скрывал своей ногой и последний пункт разделе безопасности касается гигиены всегда всегда советую вам иметь с собой антисептический гель и салфетки вот сейчас даже у меня в кармане они есть или туалетную бумагу потому что с туалетами здесь беда они кстати стоят один кук чаще всего вы платите один кук вам дают кусочек туалетной бумаги но при этом может не оказаться воды в унитазах может не оказаться воды в раковинах и конечно же не ждите никакого жидкого мыла максимум может лежать какой-то обмылок на раковине поэтому заботьтесь о своей гигиене сами последний раздел моих полезных советов о кубе назовем его разное то что я сейчас вам скажу это самый главный совет касательно кубы оказывается у них здесь отзывы пишут не на booking.com она tripadvisor когда мы искали жилье на кубе мне показалось удивительным что на букинге нет практически нет отзывов ни на один из отелей я даже подумала что мы едем в какие-то не туристические города но на самом деле это не так причина в другом все отзывы здесь принято оставлять на tripadvisor и практически на любом ресторане или отеле есть знак tripadvisor и написано сертифицировано в tripadvisor или зарегистрирован в tripadvisor и каждый хост у которого мы пожили просил нас оставить отзывы именно на tripadvisor и несмотря на то что мы сняли эти квартиры эти номера на booking.com так что ищите жилье сначала на tripadvisor бронирование все равно будет идти на букинге потому что сработает переадресация об этом нам тоже рассказал один из хостов и самый последний пункт касается как раз их хостов или хозяев квартир где вы будете жить хозяев casa как это по-испански называется они очень рады и готовы помочь вам с организацией любых экскурсий с поиском такси как правило у каждого хоста есть свой друг таксист свой друг экскурсовод и так далее тем не менее совет от меня будет сравните цены сходите в туристическое бюро спросите цены на экскурсии там спросите цены у таксистов местных и потом спросите у вашего хоста какие условия предлагает он может быть что у него будет дешевле но это не всегда так и конечно это замечательно если один человек сможет поможет вам организовать все быстро и дешево и вам не нужно будет ходить по улицам города искать таксистов и экскурсоводов самому ну вот и все что я вам хотела рассказать полезного о кубе я обязательно сниму еще одно видео с обзором всех городов где мы побывали ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и приезжайте на кубу пока пока